Карандаш 1,2,3,4,5 Я всё могу нарисовать Ля-ля,1,2,3,4,5 Я всё могу нарисовать Как поёт волшебный художник Карандаш Ты помнишь, совсем нечаянно он взял и нарисовал настоящего мальчика Я, правда, не очень этому верю Представляешь, что будет, если все научатся рисовать мальчиков Да еще таких, каких тебе хочется Нужен тебе маленький мальчик? Взял и нарисовал Бери своего мальчика за ручку и гуляй Кто-нибудь захочет и нарисует мальчику такие особые ладошки, незамарайки Или неразбиваемые, нецарапаемые коленки А чтобы мальчик не падал, случайно где-нибудь не оцарапался Нарисует его не бегающим, не прыгающим, послушненьким-препослушненьким Чистеньким-пречистеньким Хоть петельку пришивай к нему и вешай в прихожей на вешалке Перед прогулкой метелочкой обмахнул и повел на улицу Ну давай спросим у волшебника-художника Одну милочку, карандаш, карандаш И так ты нарисовал настоящего мальчика Послушненького-препослушненького А разве такие мальчики бывают? Самоделкин, разве такие мальчики бывают? Не знаю какие бывают, но зачем ты нарисовал такого непослушного? Ну да, сначала наш прутик не хотел умываться, потом не желал пить молоко И я ему даже сказал, если ты не будешь каждое утро умываться Если ты не будешь пить молоко, я не сделаю для тебя кораблик Прутик моментально выпил молоко и съел румяную булку А потом Самоделкин стал учить мальчика разговаривать Скажи моторчик Моторчик Скажи лампочка Лампочка Ты очень способный мальчик Я очень способный мальчик Тогда скажи вертолет Вертолет Просто замечательно Мы сегодня выучим самые хорошие слова Но через несколько минут прутику стало скучно Вместо вентилятора он говорил вертилятор А вместо лопатка копатка Самоделкин, ну ты его замучил Нельзя так учить все в один день Мальчик все перепутает Ты мне мешаешь воспитывать ребенка? Я тебе советую Ты сначала сам нарисуй такого мальчика Потом советуй Мне кажется, что у него даже голова заболела Заболела Ну-ка О, вот она горячая Заболела Просто ему жарко Жарко Ой, ну надо что-то придумать О, я нарисую снег Мальчику будет прохладней Раз, два, три, четыре, пять Надо снег Надо снег Нарисовать Белый, белый, очень холодный Мороженое тает Ну, думаю, пропало Погибнет мороженое Вдруг слышу кричат Снег! Снег! Снег трогали пальцами, гладили Улыбались ему И все были рады Всем как будто стало прохладнее Продавщица мороженого Поставила ящик в свежий хрусткий снежок Потом вынула завернутую в серебряную запотевшую бумажку эскимо И дала карандашу, самоделкину и протику Берите, милый гостинчик Берите, не стесняйтесь Если бы кто-нибудь остановил ее в ту минуту И рассказал ей, какие беды принесет карандашу и самоделкину Эскимо на палочке К сожалению, никто ничего не сказал И карандаш мигом уплел мороженое и облизал палочку На бульваре, между тем, началось военное сражение Это мальчишки сначала слепили снежную бабу А потом стали играть в снежки Прутик тоже слепил снежок И собрался бежать к мальчишкам Но самоделкин вовремя схватил его за курточку Ах, разбойники, разбойники Что это они вытворяют? Хочу к разбойникам Костик, хочу к разбойникам Сейчас же прекрати, Прутик Нам с тобой пора делать кораблики Ну, конечно, при слове кораблик Прутик сразу перестал вырываться Хотя снежная битва была в самом разгаре Самоделкин привел Прутика домой И стал мастерить кораблик Он строгал дощечки настоящим рубанком Он распиливал их настоящей пилой Сверлил, стучал, напевая знакомую песенку Любое чудо из чудес Не птичка, чтоб учиться в лес Не рыбка, чтоб ее мобить Ведь нас ничем не удивить Я все умею делать сам Я сам Я сам Я сам Готово 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 Чудесный получился кораблик У него такие стройные мачты С веревочными лестницами Руль за кормой спасательной лодки На палубе каюты С открытыми иллюминаторами Капитанский мостик На тонкой цепочке якорь Величиной с рыболовный крючок Самоделкин, ты просто настоящий волшебник У меня так не получилось бы Волшебник, волшебник Дай мне кораблик Я хочу пускать кораблики Пошли на улицу Идем Я не верю чудесам Я все умею делать сам Я сам Я сам Я сам Я сам Я сам А может быть, может быть, сядем на моих лошадок И поедем пускать кораблики, а? А на улице, между тем, было много ребят с корабликами Они спешили куда-то наряженные, как на праздник И все они увидели прутика Внимание! Через 35 минут На большом пруду зоопарка Начнутся испытания моделей кораблей Всех участников испытаний просим подойти к пруду Повторяю Ребята побежали на другую сторону улицы Туда, где стояли высокие железные ворота С двумя каменными львами Над воротами ярко блестели на солнце большущие буквы Зоопарк Живые слоны Зубастые крокодилы Свирепые тигры Дорогие ребята, заходите, пожалуйста Ребята с корабликами сегодня проходят бесплатно Пока самоделкин и Карандаш разглядывали такое необыкновенное объявление Прутик затерялся в толпе ребят и прошел через веселые ворота, подпрыгивая Все мальчишки, когда входят в зоопарк, почему-то подпрыгивают Прутик Прутя Карандаш Да-да Ты не видел, куда он подевался? Наверное, там, где эти свирепые тигры, зубастые крокодилы Чего доброго надумает влечь в какую-нибудь клетку с дикими зверями? Какой кошмар, ну что же делать? Непослушный мальчишка, бежим его искать Бежим, бежим Вот они, дикие звери Ой, как страшно На зеленой лужайке стоял огромный слон и помахивал серым хоботом Добро пожаловать, хотел сказать он Я большой, самые большие никогда не обижают Но у слона прутика не было Полосатый тигр ходил по клетке взад и вперед и думал Говорят, я похож на кошку Но это неправда, неправда Я не ловлю мышек Могучий лев, пойманный в пустыне, печально положив голову на лапы, лежал одиноко в пустынной клетке Бедный, как ему грустно Самоделкин Что? Надо нарисовать ему львенка Рисуй Я нарисую Раз, два, три, четыре, пять Надо львенка рисовать Какой очаровательный получился львенок Такой маленький, совсем как настоящий котенок Лев очень обрадовался Маленькие всегда приносят радость одиноким Потом Самоделкин и Карандаш заглянули к медвежатам, бегемотам, крокодилам, жирафам и попугаям Карандаш почему-то совал нос и в тележке с мороженым Как будто прутик мог залезть в тележку с мороженым Вот какой чудак этот Карандаш Всюду играла веселая музыка И никто не слышал, как вздыхал Карандаш у тележки с мороженым Внимание! На Большом Лебедином пруду начинаются большие состязания корабликов Юные мастера, спешите, спешите! Со всех сторон сюда шли и бежали ребята Над ними развивались настоящие морские флаги Музыка играла марши На мостике, построенном у самой воды Стоял настоящий морской капитан в белом кителе На синей глади покачивались могучие корабли Пароходы с трубами, ледоколы, подводные лодки Целый флот парусных кораблей Ветер шевелил паруса, но корабли стояли на месте Привязанные настоящими катушечными канатами Все мальчишки зачарованно глядели на парусные корабли Между тем, капитан, стоявший на мостике Самый настоящий взрослый морской капитан Громко скомандовал Поднять якоря! Поднять якоря! Полный вперед! Полный вперед! Ребята на берегу отвязали канаты Загудели пароходы Вздрогнули кораблики И поплыли по тихой воде пруда К другому берегу Там их встречали дяди с красными повязками на рукавах Они смотрели по часам Какой кораблик скорее приплывет Смотрите, смотрите Чей-то кораблик обгоняет всех Он поворачивает Видите? Парусные фрегаты Яхты, бригантины мешают ему плыть Он обходит их Будто внутри кораблика сидят крошечные матросы Капитана рулевой Замечательный кораблик Смотрите, никто не может за него гнаться Ну еще немного, ну давай Давай, давай Это мой кораблик Мой Значит и прутик здесь Мальчик нашелся Вы только поглядите Кораблик подходит к пристани Он бросил якорь На мачке кораблика поднялся крошечный флажок Чей кораблик пришел первым? Чей кораблик чей? Вы не знаете, кто это Внимание! Просим того, кто смастерил кораблик номер один Подняться на капитанский мостик Победителю будет присвоено почетное звание Победителю вручат ценные подарки Это мой кораблик Дайте дорогу мастеру Дорогу мастеру Это мой кораблик Мальчик нашелся Вот он, прутья Мой кораблик Дайте мне подарки Как тебя зовут, мальчик? Как твоя фамилия? Прутя Карандашкин Ты ученик или дошкольник? Ты кто? Я очень способный мальчик Ты сам сделал кораблик Победителем признается тот, кто смастерил кораблик сам Понимаешь? Сам Конечно, сам Да, я сам сделал кораблик За этот кораблик тебе присвоено почетное звание Ты, юный техник Приветствую и поздравляю Ура! Гражданин, стоявший поблизости, поглядел на Самоделкина и укоризненно покачал головой Как стыдно, молодой человек Вы решили присвоить себе чужую славу Нехорошо Нехорошо Ай, как нехорошо Стыдно Капитанский мостик окружили фотографы Представители общественности Журналисты Все хотели разговаривать с победителем Ему давали бесплатные билеты в самые лучшие кинотеатры города На детские утренники Дворец юных техников прислал сюда чрезвычайного и полномочного представителя С ответственным заданием пригласить победителя в гости Над мостиком повис большой вертолет с яркой надписью на борту Привет победителю! Приглашаем Прутью Карандашкина Совершить почетный полет над городом Летчики спустили веревочную лестницу Настоящий морской капитан Поднял на руки Счастливого мальчика И передал его летчикам Прутья! Прутья! Мы тебя искали! Но мальчик просто не заметил железного человечка Вертолет унес Прутика в солнечное высокое небо Ах, карандаш, карандаш! Зачем ты нарисовал мальчика? Ой, а где же карандаш? Он только недавно был рядом Карандаш! Простите, вы не видели карандаша? Нет, нет, не видела Благодарю вас Встревоженный Самоделкин выпрыгнул из толпы Побежал налево, потом направо И тут он услышал чье-то жалобное похрипывание Карандаш! Карандаш! Карандашик! За широкой садовой скамейкой он увидел карандаша Перед ним лежала целая куча палочек от эскимо Это карандаш хотел сказать Я тут Противный карандаш! Карандашка! Ты заморозился! Ты объелся мороженым! Глупый карандашка! Ну кто? Кто тебе дал столько мороженого? Это карандаш хотел сказать Я нарисовал Я нечаянно Я больше не буду Но он простудил горло И голос у него пропал Прекрати! Тебе надо выпить горячего молока Это очень помогает при простудах Пойдем домой Ой, непослушный, гадкий, скверный карандашка Карандаш, вздыхая, поплелся домой Слон качал головой Ай-яй-яй-яй-яй-яй Лев ничего не заметил Он играл в кошки-мышки с маленьким львенком Самоделкин привел карандаша домой Уложил в постель Нужно было позвонить по телефону И позвать скорую помощь Но в доме не было телефона Бедному карандашу стало совсем плохо Волшебник заболел У него была высокая температура И ему казалось, что в доме очень холодно Он дрожал и стучал зубами Самоделкин задвинул шторы на окнах Укрыл карандаша всеми одеялами Даже подушками Ничего не помогало Самоделкин решил набрать сухих листьев для печки Он вышел из дома и стал собирать опавшие листья Глупый карандашка Не мог нарисовать электрическую плитку Глупый карандашка Но ворчал Самоделкин просто так Ему было очень-очень грустно И чтобы не заплакать Он притворялся таким сердитым А карандаш лежал в темной комнате И бредил Когда больные бредят Они все говорят неправильно Два Дважды два Семь Он потерял сознание Пожалуйста, не шумите Когда больные теряют сознание Они могут встать И что-нибудь делать Но все неправильно Карандаш Вылез из-под одеял и подушек Взял свою кисточку и краски Подошел к стене И начал рисовать Не понимая, что рисует Самоделкин Где же ты? Беги скорее домой Не давай больному карандашу рисовать Но Самоделкин собрал здоровенную охапку листьев И с трудом нес ее домой С такой охапкой бежать никак нельзя А карандаш нарисовал на стенке Страшного разбойника Пирата с большим кривым ножом С двумя пистолетами за поясом И с черным разбойничьим флагом Нарисованный пират Подмигнул к карандашу со стенки Свернул черный разбойничий флаг И спрятал его в карман Я пират, буль-буль Хе-хе, карамба Но больной художник Ничего не заметил Он рисовал другого разбойника В сером плаще С поднятым воротником С черной маской на глазах И я тоже разбойник И тут с кисточки упала на стенку Большая черная клякса Очень похожая на собаку В дверь, шурша листьями, вошел самоделкин Он бросил охапку на пол и стал укладывать карандаша в постель Бедный, бедный мой карандаш Самоделкин даже не заметил, как от стенки отошли две темные тени Как неслышно скользнули они в приоткрытую дверь на темный ночной бульвар А за ними убежала третья маленькая тень, похожая на собаку Деревья глухо шумели на бульваре Самоделкин закрыл дверь и затопил печку Теплый огонь осветил комнату Листья в печке потрескивали Пламя прыгало и свет по стенкам прыгал Карандаш уснул А Самоделкин сидел у печки и горько-горько вздыхал Бедный карандаш Мой маленький друг, я не могу больше рассказывать Я должен подумать, как вылечить волшебного художника Я что-нибудь обязательно придумаю А ты, пожалуйста, нарисуй этих разбойников Чтобы я увидел, какие они страшные или не очень страшные Боятся нам их или не боятся До свидания Субтитры создавал DimaTorzok